Мне интересно, вы, естественно, про Малевича знали до того, как «Мета» вам предложил снимать. Ваш багаж значительно после работы над фильмом утяжелился знаниями о мастере, или вы человек, который погружается в образ без изучения деталей биографии? Вам важен какой-то режиссерский вектор, и там представление, что такое. У вас есть там свое представление о Малевича. Какого рода вы актер, как вы работаете? Вы изучаете материал, или вы его чувствуете, вы в него погружаетесь? Вы знаете, и то, и другое обязательно. Что там, Казимир себя плохо ведет? Да, стрессирует Левку, не понимает, о чем речь. О чем речь вообще, о нем практически. Вы знаете, и то, и другое, конечно же. Потому что даже если мы снимаем не боепик, как в нашем случае, мы снимаем абсолютно не боепик, и не касаемся каких-то деталей его жизни, его биографии, мы делаем такой плакатный, можно сказать, портрет его сделали, я надеюсь. Несмотря на это, все равно, конечно же, нужно было изучить досконально, какой он все-таки человек. Даже если мы его показываем с одной стороны. И Александр Наумович мне притащил такую кипу его лекций, его, естественно, картин и репродукций, и каких-то воспоминаний, мемуаров и так далее. Вы знаете, я вот открыл этого человека совершенно с другой стороны. Да, все-таки. Все-таки, потому что, да, автопортрет, мы его знаем, да, холодные, надменные где-то даже черты лица, каменные, вырубленные, абсолютно закрытая система, да, казалось бы. И, тем не менее, этот человек устраивал, любил устраивать себя дома чаепития с друзьями, с юмором, хохотал, веселился вместе, значит, со своими соплеменниками и устраивал какие-то там шара-дребусы-кроссворды. Это для меня было полной неожиданностью, потому что же, конечно же, с одной стороны, диктатор. С одной стороны, действительно, очень жестко проповедующий свою, можно сказать, мифологию, свою лигию человек со всеми присущими жесткими, да, твердыми качествами. И, с другой стороны, вот этот вот радушный хозяин. У меня это как-то не умещало сознание, но, тем не менее, это было так. И поэтому в сценарии немного, но есть буквально, по-моему, одна сцена, где он ночи сидит шагалом, мажет какой-то бутерброд там или просто режет хлеб с салом и говорит буквально 5-6 фраз о себе. Таким образом, Александр Новомыч, как бы, мы говорили об этом, он говорит, я хочу дать, конечно же, не только его лозунги, его отрывки из его лекций, его такие-таки окна роста, да, знаете, такой рубленный его, такой плакатный образ. Все-таки вот эта вот небольшая ночная интимная такая сцена открывает его вот с этой вот, с другой стороны и дает объем. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24.